Продолжение следует... Планируется ли что-то выпустить опять совместно, какие-то сборники, или вы теперь сосредоточились на своем личном творчестве и составителем сборников вы больше выступать не будете? Ну, я думаю, практически каждый год, когда накапливается в сети, я начинаю видеть большое количество хороших текстов, их нужно бы собрать, потом возникает какая-то конструкция, и тогда уже получается сборник. То есть это не мое основное занятие, но развод все равно получается. А вот за это время, когда появились первые сборники ЖЖ-акторов, действительно кто-то на ваш взгляд, потому что я на себя все равно отмечаю, у меня есть там... Вот кто у меня спросит, вот кто вырос из ЖЖ, я скажу, Марка Китро, Алмат Малатов, ну может быть еще там Евгения Доброва, да, ну вот и все, что приходит мне на память. А вот наверняка у вас все-таки больше знаний в этой области, кого вы можете отметить именно, кто не единично выставил каким-то хорошим текстом, а вырос действительно достаточно серьезным, так сказать, уже книжного мастера, бумажного. Ну, у нас есть Екатерина Великима, у которой Катичкина, у нее там 4-5 книжек, правда она сейчас занималась и не так, просто не нужна, ну, не пришла почти, она ее. Потом есть Анна Ревелота, которая написала действительно хороший роман, уже относящаяся к большое прозже, в творчестве ЖЖ-лидера. Вот, ну, она работает медленно, и, соответственно, она очень сбудет, но увидим на следующих книгах. Есть Глория Львова, которая... Я улучшил роман по следам, помню? Вернется по следам, вот такой-то, человек, предмет на «Ждущий завист». И она сейчас вот уже буквально заканчивает следующую книгу, ну, уже в главе там 2-3, и совершенно очевидно, что она с профессией не умеет. Ну, может, у нее вставить какой-то свой ритм в декорстве, но не идет. А первые книги, ну, кто выставил, вот у нас лежит «Слава Силеюжи», «Партуон», «Наринэ», «Чухавилю», я думаю, не могу, а она написала книгу «Маниня», поэтому, что, да, из 5 СПП, и это, видимо, уже хорошая для этой книжки была. А вот этой книге, кстати, по поводу «Слава Сэр», после того, что я видел, наблюдал в своем рейтинге деселлеров, что, по сути дела, вот, покупали книгу только те, кто читает ЖЖ, потому что я вот, честно говоря, она вот продержалась, продержалась, потом как-то упала. Вот на зоне она до сих пор там держится, как-то бестселье, ну, потому что, понятно, да, то есть уже аудитория там покупает все, ну, естественно, как мне кажется, но мы давно уже вышли за пределы, скажем так, интернета, вот именно ЖЖ дневникам. Мне вопрос такой следующий в этой связи. Сейчас вам говорят о том, что бумажная книга, вот она в скором времени, в ближайшие, там, 10 лет, может, умереть просто-напросто, потому что, ну, вот, темпы, что называется, продаж электронных книг, они растут просто как драчат. В этой связи у вас есть какие-то, я не знаю, может быть, идеи, в чем вы видите плюсы или минусы вот этой тенденции? Потому что, в принципе, вы выросли из этой интернет-сердии, вот, какие плюсы, какие минусы, и вообще согласны ли у вас с моим дурацким подтверждением? Ну, знаете, судя по рейлте, продажи электронных книг, очень любят все, вот, до всех продуктов, и все. Соответственно, пока не будет защита авторских прав, просто писатели по согласованию существовать электронную информацию. По крайней мере, при последнем книжке, который я подписывал в голову, я оставила себе права, ну, потому что невозможно, я вижу, что на Бруссеке появилась статистику скачиваем, а это такие неплохие тиражи. А сколько там, примерно, вот так вот, цифра, скажем, по предыдущим книгам, сколько продалось, ну, я думаю, будет интересно, да? Нет, зрителям? Ну, скажем, роман, который продал с тиражом 40 тысяч, и скачивал по 4 тысячи, то есть он такой небольшой и симпатичный был тираж. 4 тысячи на Лебруссеке. Лебруссеке, да. А можно... А, нет, я понимаю, да, городство у нас очень хорошо. Лебруссек, я так понимаю, где там он располагается, начальство, а в Аквадоре, да, в Аквадоре, хорошо устроились ребята. А вот по электронным продажам электронных книг наверняка там, что-то преподает. 10, 20. Ну, там, наверное, что. А, ну, да, естественно, на тысячу, естественно, речь идет. Да, интересная статистика. Ну, я все-таки предлагаю от статистики продаж книг Марты Китро и скачивал их на Лебруссеке перейти к ее творчеству. И поэтому я жду вопросов от собравшихся, если вы, конечно, желаете выбрать приз у газета «Аргументный фактор». Марта, у меня вопрос тогда такой, что у вас, я не знаю, как сейчас, но вот, по крайней мере, год назад точно было еще... Ну, я не знаю, как, штамп, не штамп, это самый искренний и нежный из «Легентрунета». Вот, сейчас, я не знаю, как-то вот, вы стараетесь от этого отойти? Вот, я просто помню, все время так везде писали или нет? Ну, вообще, в Фейсбуке о себе у меня написано сомнитель между «Легентрунского интернета», «Трешинский горкок» и «Настер церемоний». А недавно меня наградили нового титула, выставили из «Отворенная кумира» вышел книжка, и у меня есть такой замечательный современный поэт, который занимается вторым журналистом, и вот она написала, что у меня фигуры, которые она считает культурно в «Легентре», и ко мне теперь целый тежообщик, который размещен тем, что я допустила... Ну, как-то меня так назвали, я говорю, ну, вообще не могу сделать. Интересно. Так, у меня вопрос не переведу опять темы. Да, я буду переводить тему очень часто сегодня. И касается, она все-таки, наверное, ближе к творчеству, к вашему, вот, по поводу девушек. Все-таки вы считаетесь мастером такой женской прозы. Вот как вы относитесь к тому, что вот часто бывает дилемма, да, у девушки, вот, жениться или сделать карьеру? А, и... Скорее, замуж. А, замуж, 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 замуж. Точно, точно, точно. У меня... Да, замуж или сделать карьеру. Вот, и часто так бывает, что он, когда выбирает карьеру, потом там какому-то возрасту определенному начинает быть волком, что вот я одна, осталась совсем. Вот как вы к этой проблеме относитесь? И спрашивают ли у вас посетительницы ЖЖ, может быть, каких-то советов просит на этот человек, нет? Мне кажется, 20 лет нужно заниматься любовью, а в 30 — война. В смысле карьеры. То есть вот пока научиться, я думаю, самое то — выходить за ночь, рожать детей, вот, а потом... А после этого стоять карьеру? Да, потому что это базовые ценности, которыми лучше бы заняться сначала. А потом уже карьера, потому что без семью реализации просто женщины никак. Ну, где-то как-то сильнее. Хотя беременность, конечно, тоже на время семью реализации, но такое предковление. Субтитры делал DimaTorzok